Привет из Японии! С вами Наташа. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас коллаборация Uniqlo и J.V. Андерсон. Осень-зима 2021-2022 года. Так как вещей в коллекции не так уж и много, я просмотрела и женскую коллекцию, также и мужскую. Мужскую я тоже вам немного покажу. Если вы еще не подписались на мой канал, можете сделать это сейчас. У меня на канале очень много видео про Uniqlo, про японскую косметику, много обзоров, а также много видео про Японию. Коллекция очень интересная, уютная, много вещей смотрятся как домашние, но потом уже на сайте я прочитала, что это коллекция для пригорода, скажем так, ну и для города, если кто-то носит такие вещи в городе. Ну я бы в таких вещах поехала там, не знаю, на дачу, на шашлыки, за город. Все спортивное, уютное, комфортное. Ну что-то можно даже носить дома. Вот этот джемпер и брюки к нему почему-то мне напомнили. Немного лыжный костюм 70-х годов, 80-х. Не знаю откуда у меня такие ассоциации. Кстати, брюки мне очень понравились, я бы в таких ходила на прогулки. Очень удобные, теплые. Я не пишу сегодня цены. Почему? Потому что я посмотрела на сайте нашего японского Uniclo. Уже многие вещи уценены. Сама коллекция вышла 3 декабря, сегодня 16. Я хотя и отсняла сразу коллекцию, но немного запоздала с монтажом видео. Поэтому вот эти цены уже, которые сейчас вы видите, на стендах. Они уже не актуальны. На многие вещи есть скидка. Мне понравился вот такой кардиган. Очень красивые цвета. Темно-зеленый, молочный. Кстати, уже на него скидки у нас в японском Uniclo. Но большой минус, что там присутствует акрил, то есть не натуральные ткани. Шапки, перчатки, шарфы. Это унисекс. Рассчитано как на мужчин, так и на женщин. Большой уютный плед и подушки. Ткань опять же не полностью шерсть. Присутствует акрил, полиамид. Но я думаю, все равно довольно-таки теплая вещь. Размер 140 на 100 сантиметров. Довольно-таки объемный, но он сворачивается и есть специальные ремни, чтобы его можно было переносить. Вот такие теплые костюмы. Джемпер с флиса и к нему брюки. Вещи продаются по отдельности, но можно купить себе одинакового цвета комплект. Я помню, что когда я приехала в Японию, подобный костюм я покупала в Uniclo для того, чтобы носить дома. То есть это были домашние костюмы, а сейчас такие вещи предлагают носить на улице. У меня в последнее время стойкое ощущение, что мы движемся в сторону удобства. Много вещей оверсайз, много вещей мягких, удобных. И те вещи и модели, которые предназначались для ношения дома, сейчас вполне спокойно можно надеть на улицу. Вот тоже костюм. Правда, тоже продаются по отдельности рубашки и брюки из фланели в клеточку. И это тоже не пижама, как подумал мой муж. Это тоже вполне можно носить на улицу. Так, это я перешла уже в мужской отдел. Это пижама и домашний костюм. И вот хочу показать куртки с флиса на замке. Непродуваемые, очень теплые. У нас сейчас в Японии очень популярные. Многие марки выпускают подобные. Идеальная одежда на японскую зиму для тех, кто любит спортивный стиль. Так как коллекция осенне-зимняя, практически все вещи теплые. Вот исключение вот эти футболки с кроликом. Хотя это висит в мужском отделе, но я считаю, что практически все вещи унисекс можно носить и женщинам. Вот эта толстовка мне понравилась. Очень красивые цвета. Бежевый, серый и оливковый. Сегодня получилось коротенькое видео. Я ничего не стала примерять. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Наташа. Пока-пока.